Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И мы сейчас собираемся, отправляемся в Сочи. Это мой первый влог. Вообще, первый влог должен был быть про моё похудение, но у нас немножко не получилось, поэтому будет первый влог про Сочи. Мы сейчас едем на 4 дня на Красную Поляну, потом будем в Адлере, и я хочу немножко поснимать. Может быть, кому-то будет интересно и актуально. Так что, поехали! Так, всё. Сегодня семьюка наша отправляется. Кирилл, не свисти! Так, мы уже в аэрокарты. Я к Лешампуфик. Готовимся к вылету. Значит, рассказываю. Мы летим компанией SmartAvia. Я ни разу не улетала. Мы купили билеты, короче. И после того, как я купила билеты, мы начали просто стоить быстро попадаться в Ариусы, где у людей проблемы с этой авиакомпанией. То кого-то не пускают на рейс, то просят какую-то оплату, то доплату, то ещё что-нибудь. И посмотрим, что будет у нас, приехать специально, заблаговременно. Потому что у них такая ситуация бывает, что не пускают людей на рейс. Ну, я не знаю, то ли сами люди виноваты, то ли авиакомпания. Мне почему-то что-то подсказывают, что это люди виноваты. Но, надеюсь, сегодня это не наша история будет. Поэтому мы приехали заранее. Сейчас я вот куплюсь в шампанское. Пойду ещё погуляю, и мы уже будем готовы выгибать. Смейка. Уже в полном составе. Максиму тяжело жить с такой женой, которая постоянно пытается стать популярным блогером. Слушайте, ну, у нас без происшествия нормально пошли, пустили. Мы просто вовремя встали заранее. Хочу ли пустать, чтобы ни в коем случае не опоздать. Единственное, что ручной плат проверили, помещается ли она. Ну, оказывается, всё как обычно. Так, я решила продолжить вечеринку и взяла здесь за 400 рублей. Вот такой шампузик наш местный какой-то. Кубань вино. Надеюсь, завтра не умол. Здравствуйте, друзья. Мы на месте. Добрались. Сейчас ждём наших ребят. У нас сегодня есть трансфер. За нами приедет Минивэн. Поэтому мы будем их ждать немножечко. Погодка класс. Ну, как класс. Не жарко, конечно. Но не холодно. Пока всё нравится. Пальмочки. Как будто в Таиланд прибытили. Так, мы уже едем. Даша прошла. Поехали на красную поляну. Ну да, уже расстаться с ними. Не пошёл там. Давид, казино есть, Давид? Ну, детей не пускают, говорят. Так, наш отель Райдерс Лоджи. Здесь у нас, значит, вход. Хочу показать немножко внутри. Здесь куча всяких развлекаловок для хорошего отдыха. Значит, мы заходим. Здесь у нас зона ресепшн. Здесь у нас лифты. Здесь есть PlayStation. Можно поиграть. Так, здесь кафе. Всякие булочки. Очень атмосферненько. Так, мы на втором этаже. У нас 213 номер. У нас, правда, уже бардак. Не обращайте внимания. Так, здесь у нас, значит... У нас обычный стандартный номер. Туалет, ванная. Зеркало есть, раковина. Всё есть, фен. Здесь у нас раскладушка Кирюхина. Зеркало, двуспальная кровать. Холодильник и чайника нет, к сожалению. Но есть кулер вон там, прямо в коридоре. Она перед нами. То есть попить чай, в принципе, можно. И вот такой у нас вид из окна. Пока что никакой. Но вообще здесь должны быть горы. Надеюсь, сегодня тучки все разойдутся. И мы прокатимся на подъёмнике. Вот, а так в целом всё чистенько, хорошо. Ну, я думаю, бардак уже тут устроили. Вот, а так отельчик очень приятненький. Сейчас ещё покажу внизу там, что у нас. Или наверху. Не знаю потом, как смонтирую. Короче, всё. Так, мы подходим к номеру Family Room. Там сейчас, наверное, куча народа, все родственники. Здрасте. Доброе утро. Всем привет. Так, вот такой номер Family. Ты кому там покупаешь? Двое. Вадим тут ходит. Вот такой номер здесь ещё есть один. Да, вот такой товарищ ещё проживает. И балкончик у них классный. Ну, когда я посмотрю. Ой, не чувствуешь, что я в корсовках запёрлась? Вот, шлить шикарно. Вот меня эксплуатируют две красивые женщины. Он с утра, кстати, встал и отжимал. Взяла моих малышек и узвала женщину. Что это такое? Дома сколько ты ожил? Так, мы идём на подъёмники. Вот наш отель. Мы идём сюда. Да, вот Яна нас ведёт. Она здесь уже всё знает, а мы ничего не знаем. Да. Вон флаги. О, вижу Казахстан. Вижу Китай, вижу Россию, Израиль. Слушайте, ну тут очень атмосферненько. Классненько. Мне вообще по кайфу. Погодка бы ещё. Разгулялась. И было бы вообще... Ну что, куда дальше-то? Давай теперь сюда. Не, не надо. Пошли. Наверх туда надо подниматься? А, Кирюш, осторожно. Кирюш, ну-ка погляди сюда. Давай. Иди туда и спину. Дай я. В одинаковых кепках. Давид подарил Кириллу тоже такую же кепку, как у него. Поднимаемся наверх к подъёмникам. Поднимаемся наверх к подъёмникам. Макс, смотрите, им покайфер будет там с этого. Поехали вниз искать, где можно покушать. Так, смотрите, сейчас я вам расскажу. Мы просто ездим. И мы остановились. Я не знаю, что происходит. Ты хоть выкладываешь это всё или так чисто для себя снимаешь? Я не снимаю, а потом буду монтировать видео. Я только монтирую. Вадим все не может понять, чем я занимаюсь. А ты живые эти гости. Мы спустились. Идём на Розу Хутор. О, здесь есть вкусная точка. Вижу. Пожалуйста, Макдональдс местный. Кассы. Мы сейчас идём просто в поисках какой-нибудь еды. Где-нибудь покушать. Хотелось бы каких-нибудь хинкалей. В общем, будем гулять туда. Мы здесь гуляем. На этой стороне тут всякие магазинчики. Кафе-сички. Сейчас куда-нибудь зайдём пообедать. Так, в общем, мы попали под дождь. Сидим тут в кафе. Все на 5-й видоснанке. Хочется на ссылку на YouTube канал. Да, мы посмотрим. Мы идём в сторону Красной Поляны вроде как. Очень красивая набережная. Всё так чистенько, ухожено. Очень красиво. Облачка вроде бы немножко разлетаются. Может быть, даже по сегодня попадём на подъёмник. Ну, погода тут, честно говоря, максимально переменчивая. Если вот ещё буквально полчаса назад мы сидели здесь лил дождь, сейчас уже более-менее всё налаживается. Мы идём в сторону Красной Поляны. Гуляем. Вообще-то очень... Ой, шумно. Очень чистенько, свежо, хорошо. Вообще кайф. Мы дошли пешком до Красной Поляны. Приехали сюда, где канатная дорога. Так, такие цены здесь. Просто покажу. Подъём 2 300. Здесь тоже вот какая-то информация. Но мы здесь подниматься не будем. Мы будем подниматься у нас там с Олимпийской деревни. Потому что с нашего отеля тоже выгоднее подъём. 1800 рублей. А так там тоже 2 300 стоит. Ну и плюс я хочу посмотреть водопады. Поэтому будем подниматься у нас. О, Хинкали. Ну, в общем, у нас развлечения. Здесь только бухать, жрать. Ну, можно поехать наверх ещё. По немножко активным отдыхом каким-то позаниматься. Молодец! Тут, конечно, тоже прикольненько, атмосферненько. Можно посеять на террасках. Магазинчики. Ну-ка, Серёж, давай, мастер-класс. Остановись. В общем, прогулялись мы до конца аллеи. Идём теперь кушать. Нагуляли аппетит. Идём кушать хинкальную. Хотим хинкали поесть. Мы пришли в заведение. Называется Бумбараш на Красной Поляне. Тут, в общем, бхали-хинкали. Вот это всё хочется попробовать. Сейчас посмотрим, что у них тут есть. Шашлыки, маслыки. Вот цены. Спасибо большое. О, вот я хочу хинкали вообще. Хинкали, давайте посмотрим. 95 рублей штучка. Хачапури. Там салфетки. Можно посмотреть цены. Я хочу ещё вот этот чебурек. Я не знаю, это слишком жёстко или нет. Как так выглядит суп харчо. Пахнет просто бомбически. Мне тут принесли чачу. Нам принесли чебурек. Огромный. Так, набираем перчатки. Сейчас будем пробовать. Его надо как-то ещё вот так вот взбивать. Повыше поднимать. Чуть-чуть. Короче, закручиваем. Я их делала там делать. И пробуем. Дорогие гости, Слушайте, ну чебурек просто это высший сорт. Я не дорстов, нет. Я его слопала за 5 минут. Ребята кушают хинкали. Это реально Кавказик. Где? Всё, мы нагулялись на Розе Хутор. Идём теперь... А, на Красном Поляне. Идём теперь обратно пешком на Розу Хутор. Нужно растрясти хинкали и чебуреки, которые мы съели. И поедем, наверное, наверх поднимемся. Не знаю, погодка вроде бы... Ничего. Да сколько их красок поляне! Мы идём пешочком домой. Такие шикарные виды. И вот там, вот на вершине, мы живём. Вдалеке. Вот здесь. И нам нужно до туда сейчас как-то добраться. Так что топаем пешочком. Так, Янка мечтает стать звездой моего блога. Но у неё ничего не получится, потому что главная звезда — это я. Ой, я не знаю, будет ли что-то видно. В общем, где вот эти флаги, здесь есть вот единственный мини-маркет. Магазин. Сейчас покажу, что там внутри. В Олимпийской деревне есть один-единственный, по-моему, продуктовый магазинчик, где можно зайти покушать. Ценник здесь, конечно, не самый гуманный. Но, знаете, если как бы нужно, то купишь. Так вообще дешевле, конечно, вниз спуститься. Вот, например, дошек здесь стоит 95 рублей. Ну и так помелче. Типа вот молоко, тёма — 70 рублей. Ну, в принципе, это, короче, не совсем много и не совсем мало. Вот такой супермаркет. Так, мы едем на подъёмнике. Сегодня нам повезло с погодкой. Погода шик. Поэтому взяли одежду, собрались и едем. Так, мы приехали в заповедный лес, подъёмник. Тут, короче, пересадка. Вот сейчас можно прям сразу выходить, пересаживаешься, можно пересесть и подняться выше. Не видно ничего. А мы пошли на какую-то волчью скала, волчья скала, на подъёмник, который открытый подъёмник. Короче, идём туда. Виды здесь просто невероятные. Воздух чистый, свежий. Спим, как младенцы. Мы идём на открытый подъёмник какой-то. Он прокатывает просто туда-сюда, короче, вверх-вниз, круг делает и возвращает вас на место сюда. А потом мы вернёмся вон туда и поедем уже выше на тех подъёмниках. Так, Яна тут идёт, деловая колбаса. Чего? Куда? Хочется просто остановиться и посмотреть, полюбоваться этой красотой. Сейчас будем садиться. Ребята хотят сесть все вместе. У нас семь человек, тут можно только шесть. Убешенная семья хочет сесть. Все сесть. Так, готовим жопки. Сейчас будем перезять. Так, готовим жопки. Оп, прыгнули. Опускаем эту штучку. О, как страшно. Реально. Я боюсь. Я тоже. Мам, не пугайся меня. Ой, слушайте, красота. Как свежо и хорошо. Но страшно. Страшно трэш. Мне надо пугать. Так, а вон там наши и едут сзади. Так, мы подъезжаем вниз. Очень страшно. Ёки-пугай. Вид, конечно, шикарный. Ой, ребятушки. Я боюсь отпускать его. Отпусти. Слушайте, ну оно того стоит. Это включено в стоимость. Получается, покупаешь вот на самый верх подъемник и здесь можно просто как бы бесплатно еще покатиться вверх-вниз. Господи, ору. В общем, мы сделали разворот. Теперь едем обратно наверх. Виды, конечно, шикарные. Очень красиво. Сейчас пойдем вон на ту канатную дорогу. Да. Сейчас. Давай, дождем. Опять. Супер. Мы прокатились. Едем дальше. Вот наши ребята. Сейчас мы идем в Кавказский экспресс. Так, мы проходим. Кирюш, у нас бесплатно. Вот такая очередь. Время 12 часов. Уже люди подтягиваются. Когда мы ехали, вообще никого не было. Так что лучше начинать с утра поездку сюда планировать. Кто-то уложился так серьезно. Мы приехали наверх. Посмотрите, сколько снега. Блин, ну там-то застыл. Если честно. ой, это что-то с чем-то. Ну не так уж и холодно. Пока что. Как мы приехали, я так понимаю, на самый верх. Как мы приехали, я так понимаю, на самый верх. у каждого облачка. У каждого облачка. Здесь лежит снег. Мы уже пофоткались. И сейчас поедем вон на той канатной дороге вниз, к водопадам. Ребята собрались идти по этому мосту, короче, который на соплях держится. Но это экстрим не для меня и не для Кирюхи. Давид пошел, короче. Самый смелый. Смелый малый. Мы поехали вниз до Эдельвейса. Тут, конечно, дума ничего, ничего не видно. Вот можно закрыть крышечку сверху от дождя, от холода, потому что холодно реально. Мы замерзли все. Мы еще тепло оделись. Тут люди некоторые в шортах, в этих тапочках, да. Тут мы едем до сих пор вниз к водопадам. И сразу, как только спустились, тут уже солнышко, здесь уже тепло, можно раздеваться. Там, конечно, дубак наверху. Но все равно прикольно. Лес шикарный. А, они еще с кем-то еду? Не с кем-то. Да, кого-то с понулянием. Вау, вот здесь вообще кайф. Просто кайф. Надо потрясать. Мать, офигеть. Так, мы подлежаем вниз. Все, это уже конечная станция. Дальше путь только обратно наверх. Ну, в целом, у нас, наверное, где-то часа два у нас ушло. А вот все, чтобы добраться до этой точки. С учетом того, что мы еще в кафе заходили перекусить. Да, в ресторан не будет. Мы внизу отправляемся на прогулку. Парк водопадов. Здесь такая тропа. Ну, сейчас будем, собственно, по ней идти. Гулять. Смотреть. Вроде бы солнышко проглядывается. Вон тут какая красотища по этой тропе. Это вообще, конечно, конечно. Не знаю, сколько это тропа по протяженности, но будем идти гулять. Шаги нахожусь все равно полезно. И воздухом свежим подышать. Мы подошли вот к такой лестнице. Водопад Чара. Сейчас будем спускаться вниз. Здесь такая лестница. Опасненькая, честно говоря. Скользко. В общем, мы решили по лестнице потом не спускаться, потому что там все в глине, мокро, грязно. В общем, если вы лучше надевайте тогда кроссовки, которые не жалко, то их, в принципе, можно. Мы вот нашли тропинку. Тоже вниз ведет. Она более такая сухая. Потом еще посмотрим, куда она нас приведет. В общем, мы по вот этой тропинке спустились вниз по другому немножко маршруту. Тут более сухо, чем там. Мы пришли к какому-то водопаду. Давай? Да. Красиво мы. В общем, самое веселое это подъем наверх с этих водопадов. Ну, в принципе, есть что посмотреть. Там один такой большой водопад. В общем, эти речушки. Красиво. Вот. Сейчас идем обратно наверх и пойдем дальше. А вот мы уже вернулись на тропу, в принципе, несложно. Подниматься недолго. В общем, мы поднялись назад. Тут туда дорога. Она ведет опять же туда к водопаду. Поэтому мы идем обратно на подъемник. Собственно, вот вроде бы мы все тут и посмотрели. Надеюсь. Надышались свежим воздухом. Сейчас поедем обратно наверх кушать. Мы догулялись. Едем обратно наверх и до дома. Пойдем сейчас обедать. Сейчас покажу лайфхак, где можно недорого и вкусно пообедать. С отличным выбором еды. Мы вчера с фонтана нашли это место. Поэтому для тех, кому не принципиально ходить в какие-то заведения, можно просто пообедать вот там. Где я сейчас покажу. Следующая остановка у нас уже будет, где мы идем кушать. В общем, рассказываю. Если хотите недорого покушать, и мы идем. Сейчас на Розе хутор. Идем прямо в магазин Перекресток. Он где-то вон там находится. Так, в общем, вот мы дошли до магазина Перекресток. Сейчас пойдем туда. Хотя, в принципе, у нас и наверху, там возле нас есть столовые недорогие, где можно пообедать. Да и вообще, в принципе, как мне показалось, цены здесь вполне приемлемые. В кафе, в ресторанах. Ну, такие же, как в Питере и в Москве. Поэтому ничего такого сверхъестественного я не убеду. Идем, 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 идем. Сейчас пойдем. Вот, пожалуйста. Переходим сюда. Здесь есть столики-диванчики, где можно покусить. Пицца, 100 рублей кусочек. Еще пицца. Здесь суши-роллы. Здесь мясо есть. Гуляем по лодочке, которая параллельно идет, вот, главная улица. Здесь тоже так прикольно, уютненько. Кирюш, не стучи. Кафешечки. А мы идем на пляж. Здесь еще есть какой-то пляж искусственный. Так, мы подходим к пляжу. Местному, он тут внизу. Вон канатная дорога, на которой мы поднимаемся наверх. И здесь вот такой вот искусственный пляж. Можно посидеть, порелаксовать на шезлонгах. В общем, на шезлонгах посидеть здесь стоит 400 рублей. Мы решили, что они нам не нужны, и посидим на скамейке. Мы наслаждаемся видом. Мы дошли вот до конца этого пляжа. Здесь вот такой водопадик красивый. И просто скамеечки. Люди сидят, наслаждаются видами. Вот думаем еще на Рудельбане прокатиться завтра. Сколько он стоит? Не знаю. Сейчас посмотрим, сколько стоит прокатка. Тысяча восемьсот рублей. Нет, тысяча восемьсот. Один взрослый плюс ребенок. Вот, тысяча восемьсот пятьдесят. Чего у вас один тут это? Мама твоя, потому что не собирала. Под шурмаком, под шурмаком, под шурмаком. Пошли гулять по тропе. Здесь она от подъемников ведет прямо вот сюда. Шикарные виды. Асфальтированная дорожка. Сейчас пойдем посмотрим, куда она ведет. Вадим, покажи. Ты потом быстроишься. Да, звездой Ютуба будешь. Звезда Ютуба, покажи. Нет, скажет, это что-то не резко сняшка. Скажет, что-то это из Грандифу. Смотрите, у нас какие родственники талантливые. В общем, мы решили все-таки прокатиться на Рудельбане. Разбираемся сейчас, кто с кем поедет. Кирилл сказал, хочет ехать с Яной. Мы поедем с Максимом. Давид поедет с папой. Юля в пролете. Она не хочет. Да. Юля only photo. Ты надо снизу. Откуда-нибудь. Ну, я не знаю, либо вон там фотку. Подождем, как мы просто. Машина подъедет. Так, и вдвоем вставайте на весы вот туда, к молодому человеку. Нас на весы. А нас отправили взвешиваться. Сереж, Яну, слушай, ты пристегнулся? Я вот сюда сажусь. Так, Яна в шоке. Янка с Кириллом едет. Мы сзади. Немножко страшновато становится. Но вид красивый. Слушайте, ну, мы сейчас вот автоматически поднимаемся наверх. Вот такая вот история. Это было что-то с чем-то. Лично мне было страшно очень. Я думала, что мы просто реально вываливаемся. Вывалимся вообще страшно. Но оно того стоит однозначно. Классная приколюха. Короче, все пиво, которое я сегодня выпила, оно у меня просто вылетело вот за вот эти вот, сколько она там, минуту, наверное. Ладно, катались. Вон там едут ребята. Скорость приличная, кажется. Просто мне кажется, что не тормози, что не тормози. Она все равно летит. Да-да-да. Да? Мы решили сегодня покушать возле нашего отеля. Суши, роллы. И вот там наш отельчик. Я посчитал. Все, у нас сегодня завершающий вечер. На Розе Хутор. Завтра мы уже отправляемся вниз. Сразу такая тишина. И все смотрят на меня. Завтра мы уже отправляемся вниз в Адлер. В общем, будем снимать там. Мы уезжаем вниз. Наши приключения, 4 дня приключений на Розе Хутор в Олимпийской деревне закончились. Вот за нами приехала машина. И мы едем. Кстати, нам на нашу компанию выгоднее брать вот такой транспорт, трансфер, чем передвигаться, например, на той же электричке. По сумме получается то же самое, но это хотя бы нас из точки А в точку Б сразу довозит. Поэтому намного удобнее. Продолжение следует... Продолжение следует...